И снова Хау-Кола. Почему в СССР моряки-срочники служили дольше сухопутных? Военно-морской флот РФ официально считается преемником ВМФ Советского Союза. Его основная задача – обеспечивать безопасность нашего государства. Примечательно, что в эпоху СССР моряки служили на флоте значительно дольше, чем солдаты сухопутных войск. Чем обусловлена такая несправедливость? В СССР любое военное плавательное средство требовало высококачественного специфического обслуживания. Служба на флоте проходила дольше, а именно пять лет. С 1939 года по 1949 год. Главным образом из-за большого количества времени, необходимого для подготовки специалиста. Для сравнения в соответствии с законом 1939 года в сухопутных войсках служили два года, а в пограничных – три. В дальнейшем сроки прохождения службы неоднократно менялись. С 1949 года в сухопутных войсках ИВВС служили три года, а на флоте – четыре. В 1967 году требования снова поменялись. Солдаты с высшим образованием, независимо от типа войск, служили один год. Призывники береговых частей флота, пограничных и внутренних войск – два года. Матросы, старшины береговых частей боевого обеспечения ВМФ, судов, морских частей пограничных войск – три года. Основные требования к призывнику – хороший уровень подготовки и высокий интеллект. Подводники, которые служили в 1970-х, говорят, что основным условием службы на флоте было наличие высокого боевого духа. Когда судно находится в субтропических и тропических поясах, в дизельном отсеке температура может достигать плюс 50. С учетом высокого содержания углекислого газа при повышенной влажности, далеко не каждый способен выдержать такие условия и при этом работать в штатном режиме. Требования к прохождению службы на военно-морском флоте СССР такие же, как и в наши дни. Призывник должен быть психически стабильным, иметь категорию годности А1, А3. При отборе в ВМФ предпочтение отдавалось выпускникам военных учебных заведений, а также тем, кто владеет полезными гражданскими специальностями – радиотехникам, сварщикам, мотористам. Боевой корабль имеет на борту высокоточное оборудование, для работы с которым требуются опытные специалисты. Поэтому любая из флотских специальностей требует длительного обучения. ВМФ Российской Федерации в настоящее время. С 1996 года постепенно снижалось время службы, как на флоте, так и в армии. В 2008 году срок службы сократился до 12 месяцев для всех видов войск. В связи с сокращением срока службы количество желающих служить в ВМФ РФ резко возросло, однако достигнуть данной цели получается не у всех, так как имеется ряд высоких требований. Выбирать, где именно служить в ВМФ, призывники не могут. Исключение составляют лишь те, кто предъявил в военкомате приглашение на прохождение службы в определенной части. Служба на подводной лодке или боевом корабле гораздо сложнее, чем на суше, и моряки часто по нескольку месяцев не видят землю. Когда они находятся на суше, то живут в казармах и продолжают вести обслуживание корабля. Каждый выход в море – существенная трата денег, поэтому такой отдых на берегу может быть продолжительным. Многие моряки служат на контрактной основе и могут выбирать, где именно проходить службу. Черноморский флот и Каспийская флотилия располагаются в более теплом климате. У моряков Балтийского флота хороший соцпакет. Военнослужащие Тихоокеанского и Северного флота имеют более высокую зарплату и северные льготы. Новобранцы-контрактники могут служить 24-36 месяцев. Мичмены и офицеры заключают договор на 5 лет, а повторное поступление на службу может длиться в течение любого срока, но не меньше года. Автор статьи Вадим Хромов. Ссылка на статью в описании. Благодарю за просмотр. Если понравилось, ставь лайк и не забудь включить колокольчик. Подписывайтесь на наш канал.